О главных событиях последних дней расскажем в программе «Неделя в городе». Здравствуйте! 19 января православные отметили крещение Господне или иначе Святое Богоявление. Этот праздник длится 8 дней до 27 января. Все это время в храмах торжественно исполняются молитвословия. Прийти на праздничные богослужения можно в любой из этих дней. Напомним, в храмах, как и во всех общественных местах, необходимо соблюдать профилактические меры, соблюдать дистанцию, носить маски. В Губкинском храме святителя Николая Мерликийского в честь праздника прошла торжественная литургия. Верующие причастились, набрали святой воды и окунулись в прорубь. И это несмотря на крепкие крещенские морозы. Вне зависимости от погоды мы, журналисты, рассказываем обо всех событиях. На праздники крещения в этом году работали мои коллеги Валерий Усманов и Михаил Марков. Ребята рассказали о своих ощущениях и настроении прихожан в этот день. В день крещения вообще в нашем городе стояли знаменитые крещенские морозы под 40. То есть было очень холодно. Когда мы на проруби стояли, снимали, там нам даже под одеждой было холодно. Но те люди, которые приходили на прорубь окунуться, то есть они вообще нисколько не выглядели замерзшими, наоборот, совершенно спокойно, без какого-либо страха и суеты заходили в прорубь, окунались и выходили оттуда какие-то бодрые и даже радостные. Глядя на них, мы тоже со временем забыли о царящей температуре холодной. То есть наоборот, тоже глядя на них, когда взбодрились, нам тоже передалось вот это радостное настроение праздничное. Мы работаем и в минус 40, и в минус 45, и в минус 50. У нас такая работа. Но в любом случае, даже при таких низких температурах, стараешься не просто побыстрее, да, то есть отстрелял материал и все обратно на студию. Нет, все-таки пытаешься найти какие-то интересные планы, как художественно подойти к той или иной съемке. То есть если вот брать ту же съемку на Крещение, как мы ездили, я работал как фотограф на этой съемке. То есть все равно старался, увидел, что как раз получилось мороз, стоял довольно крепкий мороз, но при этом вышло солнышко. И очень можно было интересно сделать фотографии. То есть это и ледяной крест, который стоял на берегу возле проруби. Людей стараешься и фотографировать, и причем не просто, как люди стоят и куда-то смотрят, а именно поймать какие-то живые эмоции. То же самое окунание, когда в прорубь. У каждого, кто, допустим, уже окунулся и выныривает из этого, у каждого абсолютно со своими эмоциями. Кто-то прям под бодрячком такой оттуда уходит, кто-то прям видно по нему, что ему холодно, но он все равно себя пересилил и, то есть, окунается. Очень много эмоций. И были и дети, были и взрослые. Можно увидеть все эти эмоции, и как раз мы для этого работаем, чтобы передать потом эти эмоции зрителю. Подробно о том, как губкинцы отпраздновали крещение Господне, узнаем далее. Накануне крещения губкинский почтил визитом архиепископ Салихардский и Новоуренгойский Николай. Правящий архиерей провел божественную литургию, по завершении которой осветил воду в храме. Обращаясь к губкинской пастве, владыка отметил особую сплоченность прихожан, пожелал дальнейшего укрепления в вере и поздравил с крещением. Пожелать всем здоровья, радости, семейного счастья, чтобы этот год был благостным. Пронес отраду после таких непростых времен, которые мы пережили в прошлом году. Литургия прошла и в праздничный день. Во время общей молитвы христиане вспомнили крещение Иисуса Христа на реке Иордан. Согласно библейскому преданию, после этого Сын Божий начал свое служение. Праздничное богослужение ведут отец Валерий и отец Владислав. Завершает его крестный ход. Православные несут вокруг храма крест, хоругви с ликами святых, иконы и Евангелие. Чуть позже – водосвятие на проруби. Священник молится о том, чтобы Божья благодать осветила водный источник и окунает в воду распятия. И по этой причине на душу становится радостно. Есть возможность просто подчеркнуть водичку и жажду свою уходить, как естественную, так и духовную. А есть возможность окунуться на тех, кто не имеет противопоказаний. Поэтому без фанатизма, со здравым мыслом, к чему подходим. В Губкинском царят крещенские морозы под 40 градусов. Но суровый минус не отпугнул желающих окунуться в прорубь. На Пякупоре собрались люди разных возрастов, профессий, национальностей. Для одних это дань традиции, для других – духовное упражнение. Каждый окунувшийся отмечает – крещенское купание дарит бодрость духа и обновление души. – Христианский праздник, я его уважаю, люблю. И вообще-то из поколения, поколения – это традиции наши, христианские традиции. Я уважаю их. Вода отличная, мне понравилось, бодрился чисто. Загалка на весь год, так сказать, получил. – Главное верить в Бога, в том, что… Ну, я, например, верю, что не заболеешь. И, как говорится, может быть, даже и грехи какие-то смоются. Как заново родился, прям бодрость, радость, счастье. – Чего желаю всем людям, добра, мира. – Крещение – святой праздник. Как бы каждый год хожу. Водичка хорошая, очень здорово, классное ощущение хорошее. – Здоровье в этом году, чтобы у всех было гладенько, шло хорошо, без беспокойств. Согласно церковному обычаю, крещение отмечают 8 дней. После этого православная церковь будет готовиться к празднованию «Сретения Господня» в феврале и «Великому посту». В этом году он начнется 15 марта. В свежем выпуске газеты «Губкинская неделя» на первой полосе «Томограф» и статья о новом оборудовании в городской больнице. Это рентгеноаппарат, флюорограф и томограф с искусственным интеллектом. Современная техника решает задачи нацпроекта здравоохранения. Отмечу, что значение томографии в современной медицинской диагностике очень велико. С помощью исследования можно быстро поставить диагноз, уточнить состояние пациента, принять решение о необходимости хирургического вмешательства и дальнейшей тактики лечения. О преимуществах нового оборудования врачи рассказали главе города Андрею Гаранину и депутату ЗАГСобрания Виктору Казарину. Работники медицины отметили, что новый томограф пользуется в больнице повышенным спросом. За три недели проведено уже около 500 обследований. Он обладает искусственным интеллектом. То есть он нам незаменимый помощник в определении процента поражения легких. И даже кроме того, что он определяет процент поражения, он определяет еще и разницу в плотности. А по разнице плотности мы можем помочь клиническим докторам в лечении. Новый томограф удалось приобрести при поддержке окружных властей. Такое решение принял губернатор округа Дмитрий Артюхов во время визита в Губкинский в августе 2020-го. Оборудование было поставлено в кратчайшие сроки. В декабре новый томограф уже был в Губкинском. Вместе с КТ закуплена и другая медтехника. Пришел флюорограф новый, хороший, современный и еще передвижной рентгенаппарат. Это, конечно же, нужно для наших жителей, потому что вызывало некие неудобства в этом направлении. Сейчас мы видим, что с новым оборудованием, уже изготовленным, поставленным, уже с учетом всех современных требований, качество оказания медицинской помощи для нашего населения, безусловно, станет лучше. Уделяется персональное внимание главы региона, значит, правительства, ну и мы, как депутаты законодательного собрания, откликаемся и своевременно, при необходимости, рассматриваем госпрограммы, вносим корректировки, в том числе и в бюджет нашего автономного округа, чтобы финансы были сбалансированы. И еще о финансах, а точнее о ценах на продукты питания и стройматериалы. Президент России Владимир Путин поручил к Админу и Комиссии Госсовета по строительству ЖКХ в городской среде к 1 марта представить предложение по ограничению роста цен на строительные материалы. Информация об этом также на первой полосе Губкинской недели. Читайте свежий выпуск в городской периодике и будьте в курсе главных событий. В сети на этой неделе губкинцы обсуждали ДТП, в котором погибли два человека. Это водитель Нивы и трехлетний пассажир автомобиля Hyundai. Напомним, авария произошла 17 января в 20 километрах от города, около комсомольского месторождения. Водитель автомобиля Chevrolet Niva по предварительным данным не выполнил требования пункта 11.1 правил дорожного движения. То есть прежде чем начать маневр обгон, он не убедился в том, что полоса для движения, на которое он собирается выход, свободна на достаточном расстоянии для выполнения маневра обгона, в результате чего произошло лобовое столкновение. Водитель автомобиля Chevrolet Niva от полученных телесных повреждений скачался на месте ДТП. Погиб и трехлетний пассажир автомобиля Hyundai. Все участники ДТП – жители Губкинского. Не исключено, что среагировать на ситуацию помешали метеоусловия, предполагают сотрудники госавтоинспекции. Из-за низких температур движение на дорогах затрудняет плохая видимость. Всего в округе с начала года уже зарегистрировано 260 дорожно-транспортных происшествий. Погибло 7 человек, 13 травмировано. На территории Губкинского произошло 17 аварий. Погибли 2 человека, 13 получили травмы. На аварийно-опасных участках дорожники устанавливают соответствующие предупреждающие знаки. Эти участки сотрудники ГИБДД выявляют из анализа аварийности. Однако автовладельцы считают, что не все опасные участки дорог обозначены. В частности, то место, на котором произошло последнее ДТП. Обсуждение на эту тему шло в соцсетях. Мы попросили прокомментировать это сотрудников госавтоинспекции. Стоит заметить, что из последнего ДТП, где у нас погиб ребенок и мужчина, данный участок не входит в аварийно-опасный участок дороги. Граждане как судят, что это район комсомольского месторождения. Там у нас, конечно же, случаются дорожно-транспортные происшествия, но они не случаются на одном и том же километре или в одном и том же месте. Поэтому мы не можем называть это очагом аварийности. Для того, чтобы назвать какой-то участок аварийно-опасным, необходимо провести определенный, как я сказала, анализ. И там должно быть как минимум несколько ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Также у нас говорится и о участке автодороги в сторону Пурпе в районе кафе Смак. То есть это такое достаточно размытое понятие. Кафе Смак – это просто как определенный ориентир. Комсомольское месторождение – это тоже определенный ориентир. Чтобы избежать несчастных случаев на дороге, госавтоинспекторы в очередной раз призывают быть внимательными, не превышать скорость и выполнять маневры только если вы убедились в их безопасности. Уважаемые участники дорожного движения, хотелось бы в очередной раз обратиться к вам с призывом о соблюдении правил дорожного движения. Правила дорожного движения написаны на человеческих жизнях. Давайте проявлять взаимоуважение ко всем участникам дорожного движения, быть внимательными, аккуратными, не проявлять спешки и неукоснительно соблюдать все предписанные правила дорожного движения. Около 300 тысяч доз вакцины от коронавируса получат регионы Уральского федерального округа до конца текущего месяца. Из них 20 тысяч единиц препарата поступит на Ямал. В связи с этим в округе по поручению губернатора Дмитрия Артюхова будут организованы пункты для массовой вакцинации населения от новой вирусной инфекции. Это не только поликлиники, но и выезды на крупные предприятия, отметил глава региона. Готовы ли губкинцы сделать прививку, узнаем из запроса. Я готов жить охота. Вот и все. Я к этому пока не готов. Основание того, что она еще не проверена. Нужно проводить прививку, потому что эта болезнь очень тяжелая. Я перенес сам и знаю, что такое. Не будем делать, но из личных соображений. Сегодня вакцинация от коронавируса тема в СМИ и соцсетях номер один. Однако с каждым днем все больше тех, кто самостоятельно принимает решения о вакцинации. В свою очередь разработчики, в частности директор Центра Гамалеи, говорят о 96% эффективности препарата и низком уровне побочного эффекта. Прививка показана людям старше 18 лет. Тем, кто уже переболел, нужно сначала сдать кровь на антитела, сообщает РИА Новости. В настоящее время автономный округ получил 2700 доз вакцины. Прививку сделали более 1500 ямальцев. В первую очередь привились врачи, учителя, соцработники. А сейчас список вакцинируемых категорий граждан расширен. Прививку могут сделать лица с хроническими заболеваниями, а также жители старше 60 лет. Кроме того, вакцинация стала доступна и работникам служб жизнеобеспечения, волонтерам, военнослужащим и сотрудникам организации сферы услуг. 2021 в Губкинском год юбилеев. Нашему городу исполнится 35. Круглые даты отметит и ряд предприятий и учреждений. Первым юбилей отпраздновал Музей освоения Севера. За 25 лет учреждение прошло путь от одного экспоната до многотысячного фонда и масштабных цифровых проектов. Сегодня Губкинский музей по праву считается одним из инновационных в нашем округе. Генератор многих идей его директор Елена Калитенко. О человеке с неисчерпаемой энергией в рубрике «Персона недели». Губкинскому музею освоения Севера 25 лет. 23 из них там трудится Елена Калитенко. С 2008 в должности директора. Молодым специалистом полной идей и планов Елену Викторовну привез на Север муж. Я с маленьким ребенком, полуторагодовалой дочкой, приехала. Была, честно говоря, в ужасе от того, куда меня привезли, потому что я с Уфы, с миллионного города. Приехать вот, ну так легко сказать, да, такие железные дома обитые. Немножко, конечно, я первые пять лет просто выла. Как и многие северяне, приехали на время, а задержались на годы. Со временем пришло понимание, что маленький город имеет большие плюсы. А сейчас понимаешь, что, в принципе, вот живешь в таком маленьком городе, и все в шаговой доступности, ребенка в садик отвезти достаточно быстро, и школа рядом, и все проконтролировать. С годами суровый климат и связанные с ним трудности сделали из Елены Калитенко настоящую северянку. Вот у меня характер уже северный такой, закаленный. Что такое пройти по улице в минус 50? Да ерунда для нас, все можно. Губкинский для меня стал, конечно, малой родиной, потому что здесь уже столько времени прожито. Ты знаешь каждый закоулок этого города, ты знаешь, что здесь происходит. Ты уезжаешь в отпуск, а теперь уже скучаешь и возвращаешься. Поэтому я считаю, что это мой город. Родной город, любимая работа, за которую Елена Калитенко радеет всей душой. И звание инновационного в округе музея во многом заслуга грамотного руководителя. Елена Викторовна у нас настоящий капитан, который стоит у руля и ведет свой корабль к поставленным целям. Елена Викторовна у нас профессионал своего дела. Она очень творческий человек, который полностью отдает себя работе. Как руководитель Елена Викторовна, она целеустремленная, креативная. Она легко находит выход из любой ситуации. А еще скромная и с отличным чувством юмора. Какие руководители обязаны? Практически никаких. Сиди и вводи руками. В данном случае координировать все процессы, чтобы везде все отлажено было. Когда механизм отлажен, он сам работает. А работать есть с чем. На сегодняшний день фонд Губкинского музея насчитывает 23 тысячи экспонатов. У каждого своя история. К примеру, шестиметровая лодка-долбленка куплена у ненцев более 10 лет назад. Доставить ее было непросто. С Чебачки до Харампура тащили волоком. Дальше на вахтовке до Губкинского. Последний пункт оказался самым сложным. Ее притащили, она 6 метров и в музей не входит. И вот мы ее пытаемся с этих дверей занести, а она там не разворачивается. С тех дверей она не разворачивается. В итоге, по-моему, с окна ее в экспозиционный зал все-таки смогли. Ну потому что 6 метров. Ну где в наших-то хоромах развернуться? Вот. Практически невозможно. И таких историй за четверть века накопилось немало. Здесь их бережно собирают, записывают и хранят. Ценна каждая вещь. Когда вы передаете экспонат в музей, вы передаете вещи. Вещь историческую. Она прошла с вами какой-то жизненный путь. Потом попала в ваш гараж. Там еще какое-то время долго пролежало. Но вам жалко ее отнести на мусор. Поэтому, естественно, вы приходите в музей, и здесь у нее не только продлевается жизнь, она просто сохраняется здесь навечно. Как и история города, к юбилею Губкинского музей готовит необычную выставку. Из картона будут сделаны макеты первого магазина и жилых бочек, в которых 35 лет назад жили строители молодого, но такого современного города. В 2020 году телефонные мошенники похитили у россиян почти 150 миллиардов рублей. И, как свидетельствуют результаты исследования, которое провела одна из компаний на основе данных в ЦИОМ, чаще всего люди сталкиваются с махинациями с банковскими картами. Представляясь работниками финансовых организаций по телефону или проводя махинации через банкоматы, мошенники выручили 66 миллиардов рублей. Это около 45% от общей суммы, добытой обманным путем. На втором месте по объему заработанных, в кавычках, мошенниками денег, оказались фиктивные медицинские услуги – 31%. На третьем – фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины, отмечают аналитики. Эти цифры опубликовал ТАСС. О каких преступлений совершается больше всего в Губкинском и попадались ли сами полицейские на уловки мошенников, узнаем из программы «Актуальное интервью». Она выйдет в эфир 26 января в 13.20 и 19.10 на телеканале «Вектор-24». Гость студии – старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска УМВД России по Губкинскому Александр Циунель. На сегодня все. Жизни без обмана желаю вам. До встречи в эфире программы «Неделя в городе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...